Доброго времени суток. С вами Данил Добро. В этом видео вы узнаете о самых лучших программах бесплатных для Windows 10, которые позволят повысить его производительность и скорость работы. Первая программа SEMP Player. Данная программа позволяет просматривать любые видео. Также следует зайти в настройки и настроить мышь, чтобы при прокрутке колесика регулировалась громкость, что вполне привычно для большинства. Данная программа абсолютно бесплатна. Ссылки будут на все программы в описании. Следующая программа у нас для просмотра фотографий. Эта программа позволяет просматривать фотографии. Она быстро работает, в отличие от системных фотографий. Особенно если у вас жесткий диск HD, то зачем столько всего перегружать? Тут огромное количество эффектов. Ну, как огромное? Для обычного пользователя этого вполне достаточно. Есть и поворот, и изменить размер, и повернуть на угол, и эффекты всякие сделать. В общем, достаточно большой функционал. Также можно еще там ставить через эту программу на главный стол обои, что тоже довольно удобно. Я, в общем, тут немножко покажу, что она умеет. Вот, редактирую фотографию. И в целом она по производительности очень даже хорошо работает. То есть на Windows 10 она хорошо работает, несмотря на то, что версия старая у меня стоит, и она не обновлялась. Ссылку я буду давать именно на эту версию, так как на нее не ругается антивирус, и она работает вполне хорошо. Конечно, наверное, зачем, в принципе, использовать какие-то системные утилиты от Microsoft, по большей части они все очень много подъедают ресурсов. Хотя вроде бы кажется, что если продукт от компании Microsoft, они его могут вот так оптимизировать под, в общем-то, Windows 10 хотя бы, под Windows 10, чтобы все прям летало на любом компьютере. Но почему-то они это не спешат делать. Наверное, самая нормальная программа, которая вроде бы от Microsoft, это вроде бы Skype, которая нормально хотя бы оптимизирована. Хотя я не знаю точно, Microsoft, ее разабатывает Microsoft, либо какая-то отдельная команда. Хотя Skype даже под другие операционные системы хорошо портирован. То есть это хорошая программа тоже. И следующая программа у нас блокнот EpicPad. Данная программа подходит для просмотра, в общем-то, текстовых файлов, любых текстовых файлов, так сказать, с расширением текста. И она ставится по умолчанию вместо Windows-овского блокнота. Конечно, Windows-ский блокнот никуда не удаляется. Ну, все открывается через эту программу. Там надо галочку при установке поставить, и она сможет открывать все текстовые файлы вместо блокнота. Что данная программа еще, чем она мне понравилась, то, что там есть всякие плагины, ну, еще есть настройка цвета. То, что мне очень понравилось, то, что в системном блокноте вообще нет. Вот мне вот не нравится белый блокнот, мне больше нравится, например, темный или какой-нибудь еще цвет. Но все равно он довольно интересный. Можно, если надоел там свет или темный, можно другой цвет поставить. И таким образом все сразу играет другими красками. Вот. Так что это тоже хорошая программа. Рекомендую поставить. И довольно интересная в плане... И что еще можно сказать про эту программу, то, что она тоже хорошо работает, мало потребляет ресурсов относительно системных программ. Хотя, в принципе, системный блокнот тоже потребляет ресурсов немного. Это, наверное, единственная программа, которая поставляется, которая, в принципе, не есть много ресурсов, и при этом идет вместе с Windows 10. Вот. Но я все равно предпочитаю ставить другой блокнот, чтобы были дополнительные возможности. Так как в обычном блокноте половины этого функционала, в принципе, нет. Там только можно посмотреть документ. Шрифты все кривые, как правило. Тут и шрифт нормальный, и можно настроить, если не нравится. Все очень удобно сделано. Есть отмена написания Ctrl-Z клавиши, чтобы отменить то, что вы исправили. Например, писали-писали, стерли случайно. Ctrl-Z нажали, вернули, и все обратно. Такая есть быстрая клавиша, очень удобная в этом блокноте. Так. Также, там, по-моему, есть подсветка синтаксиса, если для тех, кто программирует, тоже можно использовать. Но, по-моему, надо плохим все-таки ставить специально, чтобы все это работало. И, в принципе, с этим блокнотом все, я думаю, понятно. Следующая программа у нас будет... Так. Следующая программа. PayBar 2000. Это Media Player. Ну, в общем, проигрыватель музыки, который позволяет нам слушать музыку. И при этом, данный проигрыватель достаточно простой. Несмотря на английский интерфейс, им очень легко пользоваться. Все прекрасно и понятно. Сейчас я просто покажу, как он работает. Я думаю, вы сможете без проблем разобраться, даже без русского языка. Открываем файлы. Можно выделить сразу несколько аудиофайлов. Можно одно выбрать. Можно потом их также будет легко удалять из пейлиста с помощью кнопки Delete, которая с правой стороны клавиатуры находится, либо сверху. Хотя, да, сверху на ноутбуке. Справа сверху, верхний губ. На полноценной клавиатуре тоже где-то справа. Но он не сверху. Где-то посередине. Вот. И можно удалять с помощью этой клавиши. Также вот огромное количество этих композиций добавлять. Очень удобная программа. И при этом очень легкая, в отличие от встроенной по умолчанию Windows 10 программы. Это просто полноценный самый легкий плеер, который я нашел в интернете. Я специально его искал. И мне он понравился. И в целом он функционал свой выполняет. Очень хорошо. Просто отлично. Потому что его даже можно в прототипную версию прямо на флешку закинуть и из флешки его использовать. Если есть такая потребность. Также следующая программа у нас Windows 10 Твикер. Данная программа позволит решить все косяки, ну или большую часть косяков Windows 10. Ну, во всяком случае отключить ненужные функции, например, конфигенциальность настроить, чтобы вас не отслеживало Microsoft. Ну, в принципе, не отслеживало. Конечно, можно эти потом галочки при обновлении все обратно возвращать, чтобы все более корректно работало. Но так, если вы не предпочитаете, чтобы Windows в принципе обновлялся слишком часто без вашего вебена, то можно все отключать смело. И потом, когда там услышали, что вышло новое обновление, оно вроде бы хорошее, все включили обратно и обновились спокойно. Все легко настраивается. Там есть снизу, слева подписи в каждом пункте. То есть, вы сразу сможете прочитать, что он конкретно делает. И у меня никаких лагов с этой программы не возникло. Правда, один раз она немножко лагнула, написала там ошибку, но закрыла, открыла, все снова работает. В целом, хорошая программа. Также через нее можно удалить некоторые предустановленные параграммы. это у нас пункт приложения. Также есть очистка, где вы можете очистить от лишних, в общем-то, лишнего мусора в систему. Очень огромное количество. Также еще есть автозагрузка, которая позволяет отключить ненужные вам программы, которые в автозапуске сидят. По-моему, намного удобнее, чем системная утилита, то есть диспетчер задач. Также данная программа Windows 10 Твиккер работает и на Windows 8, и на Windows 7, но там немножко будет поменьше всяких пунктов, но все будет тоже работать. И следующая программа у нас последняя Mem Reduct. Она позволяет, как вы уже наверное догадались по названию, работать с оперативной памятью. Она именно вычищает лишний кэш из оперативной памяти. По-моему, это все-таки кэш, но при этом она хорошо работает. Не возникает даже лагов в операционной системе после ее работы, то есть что-то там не начинают ошибки цепаться после ее запуска и использования вирусов я тоже не обнаружил. В целом очень хорошая программа, позволяет нам в общем почистить оперативную память, например, перед запуском видеоигры можно ее использовать, если у вас оперативки не хватает, либо при работе в браузере, если вы открываете кучу вкладок и не хотите вдруг что-то начало перезагружаться, можно настроить, что, например, 90% как у меня сейчас настроено и она автоматически подчищала. Я ее убрал за автозапись, чтобы она когда мне было нужно я ее включал и работала в фоне и подчищала. Когда там 90% заполнено оперативной памяти, она подчищает где-то 500 мегабайт примерно стабильно вычищается примерно. Сейчас я запущу и вы все увидите сами. Потому что она просто прекрасно работает в плане даже может быть и на других версиях Windows я ее не тестил, только на десятки. У меня десятка стоит. На другие я просто не ставил. Вот, все работает, при этом ничего не глюкнулось, даже видео записывал и ничего, видео записалось вполне нормально с этой программой. И диспетчер задачи тоже показал, что все действительно очистка произошла, то есть программа не просто подчищает какую-то свою цифру, а действительно подчищает оперативную память. Как видите, вот результат виден очень хорошо. Так, и на этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, также все программы будут в описании под видео. Надеюсь, видео было полезно. До встречи в следующих видео.